Здравствуйте, товарищи! Мы с вами на механизированном дворе. Снова солнце, светло, хорошо, вернее, облачно. Ну ладно, это абсолютно неважно. Праздники наконец-то позади, и у нас начинаются обычные трудовые будни. Так вот, сегодня нам нужно доубирать наконец рапс, о котором я говорил еще черти-черти когда. Да, это тот самый хвост, который на сладенькое, и который наконец-то должен действительно помочь решить нам все проблемы с кредитом. Этим и займемся. Кредит большой, но и денег у нас тоже на счету не 3 копейки, согласитесь. Короче, по идее, все должно быть нормально. Цепляем нашу жаточку, и поехали, собственно говоря, на поле. Вообще не знаю, как вам, чуваки, а мне за это время праздники успели так изрядно поднадоесть, надо есть, потому что, ну, просто, блин, праздник и праздник, праздник и праздник. Все, ну, Новый год, он уже наступил, он уже больше недели как наступил. Все, надо его принять и, собственно говоря, работать. Чем мы с вами и займемся. Вот оно, наше поле, вот они наши 5 гектар рапса, которые мы с вами начнем убирать, но убирать мы их с вами начнем необычно. Сейчас развернем, поставим на исходную комбайн и притащим на поле еще кое-что. Мы снова на механизированном дворе, чтобы взять здесь вальтру, прицепить к ней наш Амазон Котрас и отторобанить это на поле, чтобы сделать пожарную полосу, которая будет отделять поле от дорог. Это true, так положено, так надо. Раньше я этого никогда не делал, потому что, а фиг его знает, почему я раньше этого никогда не делал, хотя заявляю, как прям true farming. Исправляем ошибки молодости, хватаем дискатор и едем на поле. Так, зацепили наш замечательный Амазончик, и единственное, что я забыл контрагруз. Хотя, ради одной проходки брать его, ну, такое, там одну сделать и... А-а-а, нет, все, надо ехать. Контрагруз нужен, надо чем-то морду к земле прижимать, а то как-то она и на ухабах прыгает, и вообще... Амазончик тяжелая штука, поэтому все-таки давайте зацепим наш груз, тем более мы за ним уже, собственно говоря, приехали. Он как-то не по-русски лежит, чем я его мог зацепить. Обычно я его сюда ровненько ставлю, ну, в этот раз прям не знаю. Чем-то я его подвинул. Итак, притянули в альтру, глушим и возвращаемся в комбайн, дабы начать убирать рапс. Комбайн у нас на исходной, мотовила по высоте настроена, можно приступать. Пожарную полосу, я думаю, будем делать не полностью на ширину жатки, потому что жатка 9 метров, Амазончик 6, и если прижиматься близко дискатором к самой культуре, то можно зацепить, и у нас же гайнцы, это такие умные ребята, которые ширину захвата рабочих инструментов, они выставляют не по самому рабочему инструменту, а черти как, и можно ехать, и все, что остается за жаткой или за любым другим рабочим устройством, оно может захватываться и за ее пределами. Поэтому давайте просто сейчас сделаем одну проходочку на ширину жатки в тех местах, где поле контактит с дорогой, вернее, не контактит, а, скажем так, близко граничит с дорогой. И просто на 6 метров на одну ширину дискатора сделаем пожарную полосу. Я думаю, будет вполне себе нормально. Итак, каемочка тоже готова. Везде, где поле примыкает к дорогам, мы его немножечко отсекли. На одну жатку этого, как я и говорил, будет вполне достаточно. Теперь, собственно говоря, пока мы в комбайне, комбайн здесь, на подходящем месте, нужно разделить поле на загонки. Просто рассекаем поле визуально на две одинаковые части и делаем две загонки, то есть делаем просеку между ними. Точно так же одну проходку, ее вполне хватит. И затем можно брать дискатор и делать каемку уже дискованием. Там, где это центральная просека, ничего делать не надо. Нам нужно отсечь поле от дорог. Все. Отделять дискатором загонки друг от друга совсем не обязательно. Поэтому делаем проходочку. Правда, я так вижу, что загонки-то у меня получатся не шибко одинаковые, потому что загонка по левую руку от меня, по-моему, получилась гораздо меньше, чем загонка по руку правую. Ну ладно. Это не суть как важно, тем более там у нас есть две неровности на правой загонке. Их мы обстрижем и получим две ровненькие, абсолютно половинки, красивые, которые в последующем и будем убирать. Так, ну что же, готово. Останавливаем сжатку. Сейчас парканем комбайн так, чтобы он не мешался. Глушим его на всякий пожарный. Кстати, с каемочки и с рассечения на загонке, а бункер-то практически уже полный. И тут мы плавно переходим к вопросу об урожайности. Хотел я его оставить на конец ролика, но жопа горит так, что я должен высказаться. Знаете, какая урожайность у рапса в фарминг-симуляторе? 70 центнеров с гектара. Знаете, какая она в жизни? 17-18 центнеров с гектара. О, Гайнс Софтвер, вы... Вы просто... Вы молодцы. Люблю вас. Всем сердцем. Ну что, опускаем дискатор и поехали делать пожарную полосу. Вот таким макаром и будем делать. 6 метров, мне кажется, вполне себе хватит. Если сейчас примкнуть вплотную к самому рапсу, то, мне кажется, дискатором мы его будем задевать. Не надо этого. Блин. Если вы понимаете, о чем я. Кстати, в жизни дисковая барана, работая по стерне, будет оставлять не вот такую вот ровненькую, как нам покажет игра, готовую к следующему посеву землю, а дискатор по стерне будет работать так, что после его проходки вы визуально даже разницы особой не ощутите между тем, что было и тем, что стало. Стерня как была, так она и будет. Просто эта смесь земли, стерни и вот этой вот мульчи из-под комбайна, она будет очень-очень плохо практически не гореть. Поэтому ее и делают противопожарная полоса. Эммм, все. Мы сделали противопожарную полосу. Теперь сворачиваем смело дискатор. Он нам больше при уборке данной не понадобится. Как я уже говорил, разделение загонок дисковать не надо. Все, что нужно, мы сделали. Теперь нам пожар не страшен. Правда, Гайнс Софтвер. Ну ладно, ладно. Не в этом дело. Дискатор можно возвращать в бригаду. Пусть его там помоют, протянут, продуют. Ну, естественно, это буду делать я. Оттащим его сразу, чтобы он на поле не мозолил глаза. И уже продолжим спокойно убирать рапс. Кстати, нужно еще пригнать зерновоз. Точно. Что-то я про него вообще как-то и забыл. Так, вот мы и на месте. У меня два керхера. Один здесь, другой на механизированном дворе. Сейчас мы быстренько освежим и трактор, и контрагруз, и дискатор. Потому что, ну, хоть они и не запачкались особо, ну, вот просто для галочки, чтобы была спокойна душа. Я это сделал, и я свои приблуды освежил. Мойся-мойся, дискатор большой, и трактор тоже большой, и контрагруз, ну, контрагруз относительно других тоже большой. Все у меня в хозяйстве, черт побери, большое. Ну да ладно. Зато у меня есть класс. Маленький. О, точно. Так, я думаю, этого достаточно. Теперь поехали, оттянем дискатор и контрагруз поставим на место. Единственное, кстати, контрагруз, наверное, я не буду возвращать на механизированный двор. Я ему приготовил местечко чуть более уютное. А главное, он будет тут все-таки, мне кажется, немножко логичнее устроен. Вот здесь я его оставлю. Потому что ездить туда за ним все навески основные здесь. Да, основные, они все навески здесь. Там только стоит бредал для сухих удобрений. И, собственно говоря, все. Больше там никаких приблуд нету. Короче, все. Здесь ему самое место. Трактор сейчас обратно на механизированный двор. И возвращаемся на поле для основной части уборки. Ну и да, вернемся на поле. Мы, естественно, не просто так, а на зерновозе. Потому что он там нужен. Так что будем нашего кразика. Хватит отдыхать. Новогодние праздники кончились. Я надеюсь, тебе залили праздничное новогоднее масло. Не знаю, кстати, почему масло. Может быть. Ладно. Он у нас свеженький, чистенький, протянутый. Так что его сразу на поле. И продолжаем убирать. Так, комбайн вот он, рапс вот он. И продолжаем убирать. У нас впереди, ну, достаточно много работы. 5 гектар, ну, уже, конечно, чуть меньше. А может и все 5, потому что само поле немножко больше 5 гектар. Итак, первый бункер рапса заполнен. А вы знаете, кстати, что у нас рапс ГМОшный. Вы только посмотрите на размер бобов. Для справки, стандартный размер рапсовых бобов должен быть в пределах 2-3 миллиметров. Что это, сука, за галыши? Ну, наверное, это какой-нибудь особый немецкий рапс, ГМОшный, например. Ну, короче, логичного объяснения вот этой вот дичи, которая лежит в бункере, у меня нет. Неужели нельзя было натянуть более подходящую текстурку? Я просто не знаю. И тем не менее, первый рапс отправляется в наш зерновоз. И думаю, что где-то прицеп, может быть, прицеп не полностью мы со всего этого поля и соберем. Ну, плюс-минус, естественно, плюс-минус, как всегда. Но, в общем и целом, что называется, будем посмотреть. Итак, все. У нас есть две абсолютно ровные загонки. Как я и говорил, вот эта загонка гораздо больше получилась, нежели та, что ближе к дороге. Но нас это не особо и смущает. В принципе, можно трубой наружу, вокруг, обделать и эту загонку. Хотя, разницы особой нету. Можно, наоборот, убрать ту, которая меньше, и потом спокойно убирать ту, которая побольше. Ничего это коренным образом не значит. И делаем как удобно. Ну что же, становимся на крайнюю проходку. Поле рапса практически убрано. Сейчас мы сделаем эту полосочку. Загрузим все, что есть в бункере в наш зерновоз. И повезем туда, где наиболее вкусная цена. По-моему, на товарной станции, если я правильно помню. Полного прицепа у нас не получится. Ну, собственно говоря, как я и предвидел. Потому что с 5 гектар 80 кубов рапса не получится. А оно-то и половины не получится от того, что уже сейчас есть. И не половины, а даже третий не получится от того, что сейчас есть. И вот, кстати, мододелам на заметку было бы офигительно, если бы кто-то на какой-нибудь карте прикрутил урожайность реальную, отталкивающуюся от жизни, и цены прикрутил реальные. Вот это была бы настоящая true hardcore экономика. А не то дерьмо, которое в моде Seasons. По-моему, он вообще экономику никак не затрагивает. Единственное... А, нет, он же там делает график повышения, понижения цен. То есть, в зависимости от сезона. Да, это прикольно, я согласен. Но все равно урожайность-то останется прежней. И цены-то останутся прежними, нереальными. 500 евро за куб свеклы. Что это за свекла такая, как я и говорил? Это даже Герману Стерлигову не снились такие цены на свеклу. Это полный трындец. Я не знаю, куда должен деваться сахар от такой свеклы. И опять-таки, сколько он должен стоить. И такие цены, в принципе, они прикручены ко всем культурам. У культур очень высокая урожайность. И сырье этих культур очень-очень дорого стоит. Ну, зачем так, ребята? Ну, серьезно. Ну, хочется тру, хочется жизы, хочется отыгрыша, хочется ролплея. Блин, а получается какая-то дрянча слово. И Гайн-софтвер такие, мать твою, тебе суют в рожу бабки, а ты плачешь, типа, не надо мне сувать бабки. Да, я плачу, не надо мне сувать бабки. Суньте мне, пожалуйста, в рожу ролплей. Я хочу ролплея. Эх, ладно, вот он наш зерновоз, вот он наш комбайн. Вот они наши остатки РАПСа в бункере. Сейчас мы их загружаем и везем сразу на товарную все-таки станцию. Итак, мы здесь, РАПС тоже здесь. Сейчас мы его разгрузим, посмотрим, сколько денег нам отвалят. Отвалили нам 61 тысячу. Все, ребята, все. Все. Прощай, кредит. Кредита больше нет. Вернее, его сейчас не будет. Вот прямо сейчас, спустя некоторое время. Осталось только приехать на базу, отремонтировать и отмыть от грязи всю технику. Прощаться с кредитом, друзья. Итак, урожай убран, техника обслужена. И... Друзья, идеально. Перфекто. Манифик. Осталась ровно та самая сумма, которую я всегда оставляю на текущие расходы. А учитывая то, что время от времени мне еще будет ветряк подкидывать 12 тысяч в сутки. Все просто отлично. Мы начинаем работать только в плюс, товарищи. Никаких кредитов. Все. Никаких... Я прямо сейчас могу взять следующее поле. 13 гектар. Я уже его заприметил. Но я этого делать не буду, друзья. Мы теперь играем только в плюс. Прощай, кредит. Здравствуй, новые перспективы. И попытки за два сезона вытянуть кормо-уборочный комбайн. Ну да ладно. А на этой крайне позитивной ноте я с вами на сегодня прощаюсь. Мы с вами сделали это. Поэтому, как всегда, пишите, что думаете. Ставьте, что хотите. И до новых встреч, товарищи.